Привет, красотка! Сегодня мы с тобой поговорим о моих ошибках по уходу за собой, по уходу за кожей лица. В основном мы будем говорить про лицо в подростковом возрасте. Поверьте, они были, и они были очень грубыми. И я очень надеюсь, что в своем видео я, возможно, спасу вас от каких-то ошибок. Расскажу о том, как все-таки надо было делать, как не надо. В свои 15 лет я ничего не узнавала на тему именно ухода. Я не интересовалась своим типом кожи. Я не думала, какое средство мне действительно подойдет. Я вообще относилась к своему лицу достаточно странно. Ну, типа, лицо и лицо, и, ну, зачем с ним что-то уходовое делать? Я, конечно же, подготовила списочек. Я люблю очень структурировать все, систематизировать. Поэтому мы с вами будем четко идти по пунктам. И не только смеяться над моими ошибками, но еще и учиться на них. Я буду рассказывать, как же все-таки надо было делать. Поехали. Первая моя большая ошибка — это вообще непонимание того, что все на самом деле идет изнутри. То есть то качество кожи, которое мы видим в зеркале, это абсолютно результат того, что мы недавно скушали, как поспали, как попили, как понервничали и так далее. Я это абсолютно не понимала. Я сейчас просто вспоминаю, я могла выпить за день меньше стакана воды. Да я вообще, по-моему, воду не пила. То есть как таковую воду я не воспринимала как напиток. Я пила либо чай, либо какао, либо кофе, либо газировки, либо соки. Причем соки пакетированные. То есть не соки, короче говоря. Я удивляюсь, как вообще моя кожа дышала, как она получала увлажнение. И самая моя главная ошибка в питании была шоколад. Потребление шоколада в неграничных количествах. Я не знаю, как в меня оно помещалось. За один присест взять плитку шоколада и съесть ее с чаем было вполне нормо. Сейчас я к шоколаду подхожу, конечно, вообще не так. Более того, я перестала получать кайф от вот этого шоколада молочного, который я думала, я никогда не разлюблю. Это вот молочные шоколады. Это альпинголь, там милка. Это для меня было самое большое удовольствие. И сейчас я чувствую одну химию, когда ем. Дольку шоколадки. Дольки шоколадки, потому что там шоколада вообще нет. И я на своем опыте поняла, что это абсолютная фигня. Это просто сахар. Это просто куча химии. И когда я пробовала сделать себе месяц без сахара, и спустя этот месяц я попробовала милку, я не поняла вообще, что это такое. Где тот вкус, от которого я не могла удержаться очень долгое время. Вторая моя ошибка, это выдавливание прыщей. Если вдруг у меня выскочит прыщ, не вопрос, выдавлю я его или нет. Конечно же, да. Единственное исключение, это была вот эта часть носогубная. Мне, по-моему, с пеленок мама сказала, что если я что-то вообще буду нажимать на эту часть, то есть если вот здесь выскочит прыщ, здесь или здесь, и я начну его давить, то я чуть ли не умереть могу. Действительно, я прямо это запомнила, как какой-то постулат, что не дай бог, я выдавлю здесь прыщ, все, я могу умереть. А если они выскочили на лбу, у носа, вот здесь где-нибудь, то я, конечно, выдавливала, и, девочки, это абсолютно неправильно. Это никак не спасет ваше лицо от этого прыща. Фактически вы просто разносите эту инфекцию на другие участки вашей кожи и провоцируете еще большее появление ваших прыщей. Это настолько нелогично, если даже так подумать, но нам перед зеркалом кажется, что вполне логично. Прыщ есть, выдавливается, почему бы не выдавить. Третья моя ошибка в подростковом возрасте, касаемо ухода своей кожи, это то, что я велась на рекламу. Например, на рекламу различных средств для умывания для подростков. Обычно в такие умывалки, которые повсеместно рекламируют, входит большое количество спиртов и кислот. Это, конечно, подсушивает нашу кожу, и действительно прыщей может стать меньше. Но это вот на вот такой вот участок времени, промежуток времени. На самом деле, в перспективе это влияет на нашу кожу очень плохо, потому что кожа такая не поняла, почему ее сильно подсушили. Это откуда-то произошло извне. И она включает свои сальные железы тогда, когда это не нужно было. То есть происходит стимулирование этих сальных желез, и тем самым нарушается кожно-сальный баланс, что очень на самом деле печально, и что тяжело восстановить. И из нормальной кожи можно превратить кожу в жирную или в сухую. Хотите посмеяться над моей четвертой ошибкой? Я раньше умывалась водой с мылом. Да, человек, который просто боготворит мицеллярку сейчас. То есть я вообще всегда и везде по максимуму хочу сказать о том, чтобы вы не умывались ни в коем случае водой из-под крана с мылом, думая то, что вы тем самым делаете кожу чище, еще до скрипа ее доводя. Но я сама делала раньше точно так же. Собственно, поэтому на своем опыте я понимаю, что это на самом деле очень плохо. Вот это вот обычное мыло, которое максимум подходит для того, чтобы лишние бактерии там с рук убрать, сделать руки наши чистыми, для нашей кожи, нежнейшей кожи лица абсолютно не подходит. Это очень сильно сушит кожу, нарушается ее водно-челочной баланс. Вообще вот это состояние кожи до скрипа, это на самом деле не есть хорошо. Кожа не должна скрипеть, как посуда после мытья. Чтобы я посоветовала подросткам в качестве умывания, в качестве очищения лица, то это какая-нибудь щадящая пенка для умывания, либо это мицеллярная вода легонькая. Дальше это тоник, но тоник не с высоким содержанием спирта. И дальше по трехступенчатой системе у нас идет, конечно же, увлажнение. Следующая моя огромная ошибка заключалась в том, что я могла не смывать макияж на ночь. То есть это была вполне нормальная практика, когда я устану, когда я почищу зубы и лягу спать. Просто в каком бы состоянии вы ни были, пусть у вас это будет на автоматизме, даже засыпая просто стоя, снимите макияж, сделайте вот этот минимум буквально за минутку очищения, тонизирования, увлажнения и ложитесь спать. Ночью происходят невероятные процессы с нашей кожей. Дайте коже отдохнуть, дайте коже восстановиться и просто сделать всю работу за вас. Ну и последняя ошибка, о которой я хочу рассказать, наверное, до сих пор не знает об этом ни мама, ни моя сестра. Но я использовала их косметику уходовую и считала, что, ну, типа, если они используют, значит, и мне можно использовать. Хорошая, конечно, логика, но абсолютно неверная. Во-первых, у мамы, конечно же, косметика уходовая с возрастным эффектом. Это все равно абсолютно другая косметика по сравнению с косметикой для 15-летнего подростка. То же самое с моей старшей сестрой, ей было уже, там, например, 20 лет, мне было 15 лет. Это тоже разная абсолютно косметика, хотя у нас еще поближе, окей. Но в любом случае не берите флакончики, лишь бы их взять. Подбор косметики под себя, под свой тип кожи, это очень-очень важно. Даже в таком юном возрасте, как в 15-16 лет. Да не то чтобы даже, а особенно в этом возрасте, потому что на самом деле в этом возрасте кожа может переживать самые страшные периоды. Кому как, конечно, повезет, а кого там гормоны будут скакать, как с нервами в этот момент, с питанием. Но в основном никогда так наша кожа больше не паникует, не стрессует, как вот в этом переходном подростковом периоде. Ну что, красотки, мы стали с вами чуточку ближе, потому что вы знаете теперь о моих очень тупых, грубых ошибках, которые я совершала в подростковом возрасте. Это было всего лишь 5 лет назад. И я очень надеюсь, что, услышав их, вы для себя сделаете заметочку, что так точно не надо, и что благодаря этому видео вы поняли, как все-таки надо. Ну а если вы и так умнички и делаете все правильно, то я просто аплодирую, горжусь вами, вы большие молодцы. Пришло время для видео-вопроса из Инстаграма, сейчас без 24. Такое ощущение, что 12 часов ночи, настолько темно. Привет, Саша, меня зовут Тилин. И на неделе красоты ты сказала, что лучше наносить масло на кончике волос. С каким маслом ты пользуешься? Привет, Диля. Хороший полезный вопрос, потому что масло кокосовое, которым я пользуюсь, это просто для меня спасение. Это действительно хороший гладкий эффект. Офигеть. Вот это была молния. Я такой молнии в жизни не видела. Она просто была как у Гарри Поттера, такая четкая, прям вот, то есть вот. Тык-тык-тык-тык-тык. И она разрезала все небо. Вы слышали? Масло у меня для волос кокосовое, оно просто для меня палочка-вручалочка. Два раза в неделю я его использую до мытья волос в виде масочки на кончике и вот даже вот примерно отсюда. И смываю затем шампунем, затем бальзамом. И волосы у меня просто безумно гладкие и безумно мягкие даже на кончиках, именно вот после масла. Спасибо тебе большое, Диля, за вопрос. Но если ты, красотка, хочешь попасть в мое видео, задать мне такой же небольшой вопрос или поглобальный вопрос на бьюти-тематику, то обязательно заходи ко мне в Инстаграм, здесь будет ник. И задавай мне в Директ видео вопрос, то есть записывай себя на видео и ты обязательно попадешь в мой ролик. Ну что ж, красотки, я очень надеюсь, что видео было вам полезно, что вы узнали из него что-то для себя новое. Я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще. Пока-пока. Пока-пока.